Руководитель отдела анализа приложений компании Positive Technology Скляров Дмитрий. Спасибо. Добрый день, спасибо, что пришли. Я работаю в компании Positive Technology с больше шести лет, руковожу реверсерами. Собственно, у меня в команде сейчас 10 человек, из них четверо работают в Самаре. Раз, два, три, четыре. Все здесь сидят. И так получилось, что я сам реверс-инжинирингом занимаюсь, на жизни зарабатываю этим себе с 2000 года, а интересуюсь еще на 5 лет больше, наверное. То есть это, по большому счету, единственное, что я хорошо умею делать в этой жизни. Сегодня я хотел бы вам рассказать кусочек из исследования, касающихся Intel Management Engine, про ту часть, которая связана с тем, как внутри Management Engine используются ключи для обеспечения безопасности, как они получаются, как они используются, ну и там немножко еще магии разной. Все, что в настоящий момент нами было сделано касательно Intel Management Engine, по большому счету было сделано коллективом из трех человек, Максим Горячий, Марк Ермолов и я. Ну вот здесь вы видите табличку, потом, когда у вас будет доступ к этой PDF, все эти ссылки кликабл, то есть вы можете посмотреть на предыдущие публикации и выступления. Там много полезной информации, если вам захочется поглубже в эту область проникнуть, то вот просто рекомендую сначала изучить все, что в этом списке, и потом у вас, наверное, половина вопросов сразу же пропадет. Что я хотел рассказать сегодня? Сегодня я расскажу о том, как устроено вообще внутри с аппаратной точки зрения Management Engine, о том, как работают security fuses и что это такое, о том, как вычисляются и хранятся ключи шифрования, и про разные интересные моменты, которые нам встретились во время нашего исследования. Прежде всего, несколько слов о том, что такое Management Engine. с чем его едят и для чего он нужен. Современный компьютер на самом деле очень сложная штука. Конечно, если вы работаете, как работает большинство пользователей, вы запускаете браузер, выходите в одноклассники и все, и вам ничего больше не нужно знать, для вас компьютер это средство, которое позволяет вам добраться до одноклассников. На самом деле даже с простейшими навыками программирования человек знает, что есть как минимум два режима работы процессора, режим пользователя и режим ядра. Соответственно, режим с малыми привилегиями, режим с большими привилегиями. Вот они у нас будут два этих уровня. И это то, что в программной модели, по-моему, с 1986 года, когда был придуман 386 процессор. Потом появились расширения процессора, которые позволяют вам создать гипервизор, который будет контролировать выполнение операционной системы. И находясь на уровне ядра операционной системы, вы не можете добраться до гипервизора. А вот с гипервизора вы можете контролировать и ядро, и пользовательский уровень. Это, соответственно, если юзер-левел это третий уровень привилегий, ос-кернелия это нулевой уровень привилегий, то гипервизор иногда называют минус первым уровнем. Для того, чтобы уйти еще глубже, оказывается, что в современных процессорах есть специальный режим, который называется System Management Mode. Он, в принципе, предназначен для настройки оборудования. Работает в основном в тот момент, когда у вас машина стартует, когда у вас еще не загрузилось ничего, когда у вас BIOS UEFI еще не начал работать. Точнее, он из UEFI как раз начинает работать. И из этого SMM режима вы можете получить доступ вроде как ко всему, что видит центральный процессор, но при этом вы снаружи в SMM, если в SMM нет ошибок, вы добраться не можете. То есть у вас есть возможность установить колбейки в SMM, они у вас будут вызываться, будут выполнять нужные вам функции, но при этом вы их выполнение контролировать не можете. А они контролировать выполнение работы в центральном процессоре могут. Но вот эти четыре элемента, они как бы связаны с центральным процессором, вот с той большой квадратной, по-моему, сейчас микросхемой, которая стоит на современных машинах. Но оказывается, что Intel больше 10 лет назад внедрил еще дополнительное решение, которое как раз называется Management Engine. Исторически началось с того, что Intel придумал концепцию AMT, Advanced Management Technology, которая позволяла делать удаленное администрирование компьютером через специальное решение, которое встроено в этот компьютер, не используя центральный процессор напрямую. Изначально в первой версии у них это дело было встроено в сетевую карту. Начиная с версии второй AMT, они как раз и предложили концепцию Management Engine, которая и позволяет вам полностью контролировать работу аппаратной системы, не используя центральный процессор вообще. То есть Management Engine находится в отдельной микросхеме, он находится внутри чипсета, не в центральном процессоре. Он работает, начиная с того момента, как вы втыкаете компьютер в розетку. Если это ноутбук, у которого несъемный аккумулятор, то он работает просто всегда. Когда у вас процессор запускается, когда у вас включается питание на оперативную память, он может использовать ресурсы оперативной памяти, он может взаимодействовать с центральным процессором, он может контролировать практически все устройства, которые у вас есть, USB, сеть, видео. У него есть прямой доступ к этим устройствам, минует центральный процессор. Там есть много вкусных, интересных вещей, но самое главное, что никто толком не знает, как это работает. И как раз в рамках вот этого исследования, которое мы начали чуть больше двух лет назад, нам удалось много чего выяснить. Разумеется, далеко не все. По моим оценкам мы знаем примерно 5% того, что эта система из себя представляет. Может быть меньше. Поле для исследований громадное. Intel продолжает улучшать. Вот недавно вышла 12-я версия ME, соответственно, там есть какие-то изменения. Но мы просто накопленные знания как раз в рамках наших публикаций и выступлений, мы их стараемся донести до общественности, просто вызвать у людей интерес. Потому что, как вот видно из этой части картинки, что если вы контролируете, например, ядро операционной системы, то вот это вот все вам недоступно. Но если вы контролируете Management Engine, по большому счету вы можете контролировать вообще все, что происходит в вашей системе. И на мой взгляд это важно. Другое дело, что если смотреть с точки зрения векторов атаки, возможностей для атаки, то, конечно же, атака через самый низкий уровень, она кажется самой дорогой. То есть гораздо проще прислать человеку фишинговое письмо или попросить кого-нибудь, чтобы он запустил, вот как тут предлагалось, pdf.exe, и получить те же самые данные, которые вы хотите у него украсть, чем внедрять ему в флеш-чип, который у вас запаян на материнской плате, модифицированный версией ME, чтобы она там встроила rootkit, который невозможно определить, и который будет контролировать выполнение системы целиком. Просто разработать вот этот вот кусок будет довольно дорого и сложно, учитывая кучу разных сложностей, которые поставил Intel на этом пути. Потому что, по большому счету, кроме самого Intel, никто не может писать прошивки для Management Engine, там все насквозь подписано. Но про это тоже было в одном из наших предыдущих выступлений. Ну и вот картинка, которая слева, вот он Intel Management Engine. Видно, что это официальная картинка с сайта Intel, я ее не сам рисовал, что Management Engine взаимодействует с центральным процессором, взаимодействует с памятью, взаимодействует с Integrated Controller Hub, с флеш-памятью, с сетевой платой. То есть, по большому счету, все взаимодействие этих элементов так или иначе проходит через Intel ME. То есть, он находится в центре вычислительной системы. Ну и давайте теперь перейдем к тому, как для нас, как для исследователей безопасности, выглядит внутренность Management Engine с точки зрения устройств, которые отвечают за реализацию безопасности. В центре у нас будет оперативная память. Это не DRAM, который у нас в центральном процессоре, которого у нас у кого-то 2 гигабайта, у кого-то 64 гигабайта. Кто какую машину себе купил. Это внутренняя память Management Engine. Ее мало, порядка 2 мегабайт всего. Когда ему его не хватает, он работает в ограниченном режиме. Когда у него появляется доступ к основной памяти, он может ее использовать как своп. Причем все данные, которые загоняются в оперативку. Во-первых, вы не можете добраться до них из процессора, потому что в момент начальной инициализации контроллера памяти у вас ME программирует контроллер таким образом, что у вас этот регион исключается. Его даже с уровня SMM режима нельзя добраться до этого куска памяти. Но даже если вы туда как-то доберетесь, там данные все равно зашифрованы, и ключи шифрования контролируют только ME. То есть вам со стороны процессора атаковать это не получается. Была атака в шестой версии ME, по-моему, которая, не помню, Джана Рудковская, по-моему, реализовала, когда неправильно был конфигурирован как раз контроллер памяти, и они добрались до этой памяти и смогли модифицировать в нем код. Но если учесть, что 11 версия ME это 2015 год, то шестая версия это грубо 2010 год. Понятно, что это 8 лет назад было. Соответственно, в эту оперативную память у вас перекидываются данные из вот этих вот разных элементиков. Про каждый из них я расскажу чуть-чуть поподробнее дальше. И, ну вот, там, security storage – очень интересное место. До него мы тоже доберемся. Собственно, первое – это SPI Flash Controller. Это вот как раз микросхема, которая соединяет флеш-память, которую вы можете иногда вынуть и прочитать, иногда выпаять и прочитать. Но, как правило, это отдельная микросхема. Внутри хранится много всего разного. В частности, там хранится прошивка ME, прошивка BIOS, вернее того, что сейчас заменила BIOS UEFI. Там же хранятся настройки, настройки сетевой платы, настройки системы в целом. И внутри контроллера FlashPamity сейчас встроен Huffman декомпрессор, который позволяет вам куски прошивки ME, которые хранятся в упакованном виде, прямо в момент сочтения с флешки, автоматически распаковывать в память. То есть вам не нужно выполнять никаких операций, вы даете команду прочитать вот отсюда, вот сюда с распаковкой. И он вам сам это делает. То есть это просто кусок железа. И в рамках нашего исследования был довольно сложный период, когда часть модулей мы могли распаковать, потому что они были упакованы LZMA, а часть модулей мы не могли распаковать, потому что они были упакованы Huffman'ом, и таблицы были неизвестны. Ну, где-то года полтора назад для 11-й версии эта задачка была решена, сейчас она практически решена для 12-й версии. Мы можем распаковывать эти модули, мы можем анализировать их содержимое. Собственно, на базе этого мы и строим наши исследования. Ну вот кусочек из документации интеловской, что вот Huffman дехопрессор, они даже сами его упоминают, что он где-то там на шине сидит у них. Secure Key Storage. Забавное устройство, чем-то оно близко к TPM, но на самом деле это некоторое хранилище, в котором предусмотрены слоты для 128 и 256-битовых ключей. Ключи вы можете туда засылать просто как строчку байтиков, либо вы можете получить их как результат вычисления операций на встроенном АЕСе или встроенном HMACе. Соответственно, они у вас будут там лежать, и вы не можете их оттуда прочитать. Вы можете их использовать для последующих операций вычисления HMAC или АЕСа, и на ключи, которые лежат в СКСе, можно накладывать ограничения, когда вы, например, операцию за шифрование АЕСом на этом ключе можете выполнить и результат получить в памяти, а операцию раз шифрование на том же самом ключе вы в памяти получить не можете. Вы ее обязаны положить обратно в СКС. Вам ее не отдадут в памяти. То есть даже если вы можете написать свой код под МЕ, который обращается к этому устройству, вы сам ключ никогда не получите. Ну то есть вот такой вот вариант типа смарт-карты встроенной. Движок АЕС. Ну АЕС, понятно, что самый популярный, наверное, сейчас блочный алгоритм шифрования. Поддерживает ключи 128 и 256 бит. АПАРАТНО поддерживает минимум три режима. То есть мы видели вычисление в этих трех режимах. Просто битиками задается, какой режим делать. Ключ вы можете загружать в него явно просто, опять же, как последовательность байт. Либо вы можете сказать, использовать ключ номер такой-то из СКС. Вы можете его завязать на ДМА, и тогда он будет брать входные данные и выходные данные, класть без использования даже того процессора, который находится внутри МЕ. На самом деле при полном использовании всего функционала, который Intel вложил в МЕ, реализуются сценарии, например, для просмотра видео с Netflix, которые работают примерно следующим образом. Вам по сети прилетают зашифрованные данные и прилетает некоторый блок, в котором хранится ключ шифрования. Этот блок передается внутрь МЕ по специальному интерфейсу. МЕ использует тот сертификат, который у вас хранится внутри, который вы получили в момент активации на сервере Netflix, расшифровывает этот блок, получает ключ шифрования. Дальше центральный процессор говорит, я положил зашифрованные данные по такому-то адресу. МЕ их оттуда достает, через ДМА расшифровывает и перекладывает в адресное пространство видеобуфера видеокарты. То есть расшифрованная картинка вообще никогда не попадает в память вашего компьютера. Вы не можете ее никаким образом, хоть у вас режим гипервизора, хоть режим SMM, вы не можете ее получить, потому что расшифрованных данных в памяти нет никогда. Вы их не можете украсть. Вот такая вот интересная модель использования. В частности, для этого требуется ДМА, когда у вас огромные объемы данных расшифровываются просто на лету. SHA и HMAC Engine предназначен, разумеется, для вычисления хэша и HMAC. Понятно, что поддерживаются разные алгоритмы, разные длины секретов для HMAC. Точно так же, что ключ вы можете задать напрямую или сказать, что используют ключ из какого-то слота в SKS. Точно так же вы можете данные, которые хэшируются, брать из памяти напрямую через ДМА или кормить просто по байтово. И вы можете, ну не вы можете, а предусмотрена возможность работы в связке с режимом шифрования или расшифрования AES. То есть есть вариант, когда у вас данные сначала хэшируются, а потом зашифровываются, и это делается просто одним конвейером. Либо наоборот, когда они у вас сначала расшифровываются, а потом хэшируются. И таким образом вы можете, например, делать проверку целостности данных после расшифровки, не выполняя вот таких явных операций. То есть это вот часть функциональной нагрузки. RSA Engine. Ну понятно, что это фактически модуль для быстрого модульного экспоненцирования. То есть там, например, функции генерации ключей у них тоже предусмотрены. Поскольку эта процедура достаточно медленная, потому что если вы в курсе, то генерация RSA ключей – это генерация двух праймов, а потом перемножить их между собой. А генерация прайма – это вероятностный процесс. Надо каждый раз генерировать, проверить на простоту, не понравилось, сгенерировать еще раз. Есть хорошие книжки, в которой расписаны, как этот механизм они реализовали, чтобы в тот момент, когда вам ключи были нужны, они уже были готовы. Они просто в свободное время запускают цикл, который просто генерирует вам 10 ключей и куда-то их сохраняет. И когда вам нужен очередной ключ, вы говорите «хочу, дайте мне ключ». И он говорит «вот, пожалуйста, на тебе ключик», и вы даете тебе новый ключ, который нигде раньше не был засвечен, и вот у вас есть пара RSA ключей. Но эта часть как раз сделана программно, аппаратно делается именно быстрое модульное возведение в степень. И мы, наверное, встретили бы еще много его использований, но реально видели пока только одно, связанное с проверкой целостности прошивки. В тот момент, когда прошивка грузится, ну этот слайд из моей первой презентации, которую я делал два года назад на Трупперсе. Как устроена контроль целостности внутри прошивки менеджмент-энжена? У вас есть модуль, который, собственно, является куском исполняемого кода. Да, кстати, начиная с ME11, у вас исполняемый код имеет архитектуру x86. До этого там была архитектура Arctangent, Arctcompact. Они были менее распространенные. Их использовал Intel, потому что у них были хорошие отношения с компанией Arct, которая эту архитектуру придумала. И у Arct было очень низкое энергопотребление. Как я уже сказал, ME работает даже в тот момент, когда у вас компьютер не работает, центральный процессор, то есть когда блок питания дает только дежурное напряжение, грубо, чтобы у вас лампочка могла светиться, что у вас машина в сети. А больше ничего работать не должна. Но при этом в этот момент, например, он может обмениваться данными по Ethernet, вы можете ему послать Wake Online. Онлайн вы можете удаленно через сеть включить компьютер, вы можете на него через AMT зайти, вы можете подключить к нему удаленные виртуальные IDE устройства и USB устройства, то есть как будто вы их воткнули в эту машину. Сделать все, что нужно, загрузить операционку с удаленного диска, поработать на этой машине, видя клавиатуру, мышь и экран, KVM режим, соответственно, удаленно. Потом все это дело зашотдаунить и сказать, что так и было. То есть, в принципе, вот такие возможности, они встроены в архитектуру современных машин. Другое дело, что, например, маленькие коробочки такие, которые продаются на базе интелских решений с AMT и без AMT, ну, грубо, с AMT она стоит 30 тысяч, а без AMT 13. То есть, ну, разница в цене небольшая. А процессор внутри один и тот же. То есть они отличаются по большому счету лицензированием. Вот та, которая позволяет такой удаленный доступ, она стоит в два раза дороже. Но, значит, вот этот вот кусок кода, от него хранится SHA-256 внутри некоторой записи, которая называется метаданные. То есть для каждого модуля есть файл с данными, есть файл с метаданными. Контрольная сумма от метадаты хранится внутри так называемого partition info extension. Контрольная сумма от манифеста, в котором хранится этот extension, хранится внутри partition манифеста. И вот здесь вот хранится цифровая подпись от вот этого вот и заголовка, подписанная на ключах, а ключи хранятся внутри ROMа. И их изначально, точнее, ключи сами не хранятся, хранится 8 значений SHA-256 от 8 ключей. Ключ хранится в самой записи в partition манифесте. То есть происходит следующим образом, что в момент, когда эта прошивка должна загружаться, у вас проверяются вот эти все контрольные суммы, но начинается с того, что у вас проверяется значение ключа открытого, который хранится в partition манифесте, и оно должно лежать, хэш от него должен лежать в ROMе. Если у вас этим ключом можно подписывать эту прошивку, а можно или нельзя, определяется тем, какого типа у вас ключ и какого типа у вас, собственно, железка. Потому что бывают платы для внутренней разработки Intel, и, соответственно, там самый большой набор ключей, и можно подписывать девелоперскими ключами. Бывают платы, которые предназначены для вендоров, для того, чтобы вендоры на них тестировали что-то, но эти платы не должны поступать в продажу. И там еще какие-то наборы ключей. А самые массовые платы, те, которые мы можем купить в магазинах, там количество ключей, которыми может быть сделана эта подпись, урезано до абсолютного минимума. То есть там буквально два или четыре ключа, там просто битва и маска где-то внутри платы зашито, и вы говорите, что вот из этих восьми ключей вы можете использовать только один или два. Соответственно, у вас должна быть подпись на вот этом вот ключе, вот этот список ключей хранится в ROM. ROM, кстати, тоже вы прочитать не можете простым способом, то есть вы не можете выпаять микросхему, воткнуть его в программатор. Для 11-го ME, вот мои коллеги Марк с Максимом, после того, как нашли уязвимость в ME и научились выполнять свой код, они смогли прочитать ROM. Для 12-й версии ROM пока не прочитан, насколько мне известно. И, соответственно, чтобы сформировать вот эту вот подпись, вам нужно иметь RSA private key, который есть в распоряжении Intel, в лучшем случае в распоряжении вендоров, которые эту платформу отлаживают. А для того, чтобы проверить, вам нужно, собственно, вот этот вот RSA public key, который вот здесь хранится, и использовать тот самый IS engine, который делает это, по большому счету, за одну операцию, говорит, вот здесь вот у меня экспоненты, вот здесь у меня значение, которое возводить степень, вот здесь у меня модуль. И получаем сразу результат в памяти. Также внутри ME есть движок для RC4. Честно говоря, я не знаю, кому нужен RC4 и кто его сейчас собирается использовать. Возможно, что они его оставили для поддержания совместимости с устаревшими режимами, которые были в Wi-Fi, там типа веба. Но он есть, его точно так же можно использовать в связке с DMA, но на самом деле мы ни разу не видели, чтобы он применялся. То есть просто он есть в описании, мы нашли упоминание о нем, и на него есть ссылки из модуля, которые отвечают за криптографию, но мы не видели вызовов, связанных с использованием RC4. Теперь несколько слов о сущности, которая называется security fuses. Это некоторая область, которая находится там же внутри вот этого чипа, где находится ME. Они программируются один раз на какой-то стадии, скорее всего, при продакшене. То есть в тот момент, когда плата еще не поступила в продажу, но уже цикл производства закончен, просто ее подготавливают к тому, чтобы она могла дальше нормально использоваться. Предполагаем, что у каждого конкретного экземпляра значение этих фьюзов инициализируется независимо. То есть не будет двух плат, у которых фьюзы совпадают. Иначе это нарушение некоторой логики, которую пытался заложить Intel, для того, чтобы обеспечить уникальность каждой материнской платы. То есть это не серийный номер, а некоторый набор секретов, которые используются для кучи разных вещей, и мы об этом будем сейчас говорить. В процессе работы системы вы не можете поменять значение, но именно потому, что они фьюзов, то есть они программируются один раз. На самом деле в системе, которая предусмотрена внутри, есть еще FPF, Field Programmable Fuses. Это немножко другое. У них примерно такая же сущность, то есть это тоже однократно программируемые объекты, но их используют немножко для других целей. Например, у Intel было решение для защиты от кражи платформы. Вот знаете, наверное, что iPhone, если он у вас привязан к Find My Phone, то вы можете удаленно его заблокировать, и пока вы его удаленно не разблокируете, на него ничего нельзя поставить другую операционку, он не может быть использован как телефон. И это делает бессмысленным кражу телефона. То есть когда у людей крадут телефон, а потом говорят, ваш телефон стоит 30 тысяч, давайте вы его за 10 купите. Мы говорим, знаете, телефон заблокирован, мы его возьмем за тысячу. И то, если вы его привезете сами. А если так, то это кусок железа, который смысла не имеет, вы его за 10 никому не продадите. Он не стоит 10 тысяч в таком состоянии. Поэтому воровать iPhone менее осмысленный процесс. Да, ну вот мне подсказывает стратегию, зато на запчасти можно разобрать. Да, хороший экран. Официальная замена экрана для 6S в родном и пловом сервисе что-то 18 тысяч рублей стоит. Хорошая цена. Значит, как работает филд программа Fuses вот для режима кражи. У вас есть, выделено, например, 10 бит. Это значит, что вы можете сделать 5 переводов в состоянии кражи и 5 переводов обратно. Вы точно так же через сеть подаете команду, и когда компьютер выходит в сеть, он получает эту команду и просто прожигает очередной битик. То есть он был изначальный нолик, стал единичка. Дальше в начальный момент загрузки у вас просто считается количество битиков, четное оно или нечетное. Если оно у вас четное, значит компьютер разблокирован. Если оно нечетное, значит компьютер заблокирован. Поскольку вы с уровня операционной системы никогда до этих битиков не доберетесь, это контролирует ME на более низком уровне, то вы не можете ни прочитать их состояние, ни изменить их состояние. У вас компьютер либо загружается, либо не загружается. При этом у вас есть пять попыток перевести туда, а потом обратно. После этого вы уже не можете этим управлять. Вот такая концепция, но это тоже фьюзы. Дальше механизмы фьюзов очень интересно работают в плане чтения. Наверное, они могут быть как-то запрограммированы, что их можно прочитать, например, три раза. То есть вы можете обратиться к этой ячейке сколько-то раз. Но то, что мы видели, к ним разрешено только одно обращение. После первого обращения, скорее всего, они недоступны больше на чтение. И в тот момент, когда у вас платформа стартует, она после сброса дает вам возможность читать. После того, как вы их один раз прочитали, все, больше они вам недоступны на чтение. Если какая-то часть доступна, то дальше у вас эта часть будет удаляться из возможности доступа. У вас просто будет послана команда заблокировать фьюзы, чтобы вообще никто не мог их прочитать. Также они предусмотрели то, что если вы подключаете режим аппаратной отладки, а Intel, компания большая, они понимают, что устройство сложное и надо его как-то отлаживать, они сделали возможность отладки через USB. То есть, по большому счету, вы можете отлаживать ME просто через USB разъем. Вам даже не нужно какое-то дополнительное специальное оборудование. Но, чтобы получить право разблокировать, вам нужен объект, подписанный цифровой подписью, который вам может сделать только Intel. И вот даже на этот случай, даже если вы инженер Intel, и у вас есть возможность получить вот этот подписанный токен для разблокировки JTAG, у вас все равно часть фьюзов будет недоступна в момент работы вашей машины. То есть, вы не сможете прочитать данные оттуда, даже если у вас есть право отладки вроде на самом низком уровне. То есть, контроллер фьюзов у вас отключает доступ к части данных, если он обнаруживает, что отладка активна. И Intel, практически всю безопасность внутренней платформы и кучи сервисов, связанных с ME, например, на базе ME реализован TPM 2.0, софтвер TPM так называемый. То есть, то, что Intel предлагает, начиная с 11 версии, с чипсета Skylake, с процессоров семейства Skylake. У вас шифрование битлокера завязывается на это, и на самом деле много разного другого. Завязываются на секреты, которые находятся внутри вот этих вот фьюзов. Вот этот вот кусочек исходников, декомпилированных в том месте, где как раз происходит чтение фьюзов, вот есть понятие уровень анлока, он бывает red, green и orange. Red – это когда вам доступно все, green – это когда вам недоступно ничего, а orange – это когда вам часть функции отладки доступна, часть недоступна. И в зависимости от того, в каком режиме, если у вас orange unlock, то у вас не читается часть данных. Короче, у вас только 10 байт из фьюзов читается, а когда у вас не orange unlock, у вас 9c байт читается. То есть практически все данные. И вот эти вот данные, которые здесь читаются, они и нужны для того, чтобы вычислить все остальные. Вот эта вот раскладка по битикам, где что лежит. То, что помечено красным, это то, что мы очень хотели бы знать, но нам ни на одной машине это получить не удалось. Это как раз те самые важные данные. Если узнать этот секрет, то грубо 95% безопасности платформы можно скомпрометировать. Вот эти вот ключики, которые желтенькие, мы их не можем прочитать, потому что они тоже стираются, но они обрабатываются обратимым образом, и мы можем их восстановить. Мы верим, что мы получили правильные значения, и, соответственно, можно дальше от них что-то считать. Ну, контрольная сумма – это просто контрольная сумма от вот этих вот байтиков, она не очень важна. Зелененькая часть – это один ключик, который используется очень активно в безопасности MFS. MFS – это ME-файл-систем, это встроенные хранилища для динамических данных ME, которые должны быть non-volatile, то есть которые должны переживать отключение питания полное. Они в памяти в оперативной держат много всего, и кроме этого они еще и сохраняют во флэш какие-то промежуточные данные. Так, похвастаюсь, 11 сентября Intel выпустил Security Note, в котором упоминается уязвимость, которая была, собственно, им сообщена мной, Максимом Горячим, о том, что после того, как Intel закрыл предыдущую дырку, которую Максим с Марком нашли полтора года назад, осталась возможность, то есть если вы, используя старую прошивку, смогли вычислить вот этот non-intel root-key, а если у вас есть старая прошивка, а вы ее можете залить программатором, то эта возможность у вас всегда остается, то вы можете вычислить еще и много других ключей, которые, в частности, обеспечивают сохранение данных в MFS. Не всех данных, но 90% этих данных. То есть вот эта вот часть, это единственная часть, которая оказывается доступной после того, как вы подключаете JTAG и перегружаете платформу. Все остальные фьюзы недоступны, вы их не можете прочитать. А вот эту часть можете. И на них основана часть системы безопасности. И не очень хорошо у Intel это получилось. Они признали, что это уязвимость, поставили ей CVSS score 7.2, что, на мой взгляд, достаточно хорошая циферка. И вот 11 сентября они выпустили официальное сообщение о том, что эта проблема у них есть и рекомендация о том, как ее закрыть. Закрыта она в новых версиях или нет, мы просто еще не успели посмотреть. Может быть, они и не закрыли. Соответственно, данных довольно много. И про часть из них я буду говорить чуть-чуть дальше. Собственно, о том, как вычисляются и используются ключи внутри ME. Несколько слов об SVN. Это тоже слайд из моего доклада на Black Hat в Лондоне в прошлом году. До 10 разных ключей люди используют для хранения данных в файловой системе. Значит, вот эти два ключа, про них я не могу много сказать, потому что мы их в натуре ни разу не видели. Это ключи, если у вас флэш-память поддерживает так называемый RPMC, Replay Protected Monotonic Counter. Это некоторый аппаратный счетчик, который может только расти. То есть, если вы считаете все данные с флэшки, потом какое-то время с нею поработаете, а потом запишите все данные, как были назад, у вас этот счетчик все равно увеличится, изменится. И это значит, что вы не сможете заставить систему считать, что эти данные так и должны быть. Это особенность контроллера флэша. Мы таких контроллеров вживую ни разу не видели, поэтому он эмулируется программно, поэтому эту часть можно исключить, она неэффективно не работает. Для того, чтобы защищать данные, используется два набора ключей. Один набор называется Intel-овские ключи, ими защищаются самые-самые-самые важные данные. Например, ими защищаются секреты, связанные с защитой авторских прав, с TPM, вот такого уровня. А все остальное защищается неинтеловскими ключами. Но наше предположение, что неинтеловские ключи, это те ключи, которые так или иначе связаны с вендорами. То есть, Intel сделал чипсет, продал его гигабайту, гигабайт на его базе собрал материнскую плату. Вот все, что зависит от гигабайта, все контролируется только наинтеловскими ключами. И, соответственно, есть ключи для проверки целостности и есть ключи для обеспечения конфиденциальности, для шифрования. Кроме этого, есть два набора вот таких вот ключей. Текущий набор, с которым работает система, и предыдущий набор. Предыдущий набор – это достаточно интересная идея и, на мой взгляд, очень здравая. Intel сказал, что поскольку существует возможность откатить на предыдущую версию, то у противника не должно быть возможности использовать эффективно этот откат. Поэтому при смене версии, если вы знаете, что у вас предыдущая версия была сильно уязвимая, у вас, во-первых, нужно максимально сложным сделать этот откат. То есть вы не можете его сделать стандартным способом через интерфейс, который вам предоставляет M.E. Вы должны будете обязательно использовать программатор. Но использовать программатор вам запретить не могут. Потому что физическое устройство. В 12-й версии они обещают, что они оставят это на выбор вендора платформы, разрешать откат к предыдущей версии через программатор или запретить. Но, скорее всего, ни один вендор на это не пойдет, потому что есть большой шанс получить, что называется, BRIC-систему, то есть систему, которая никогда больше не будет работать. Вы заливаете в нее старую версию, и после этого она никогда больше не включается. Потому что она узнала, что старая версия загружена, и работать со старой версией она отказывается. Но номер версии тоже прописывается в фьюзы, то есть вы каждый раз, когда вы увеличиваете версию, у вас просто прожигаются новые фьюзы. И вот это значение называется SVN, Security Version Number. Когда у вас меняется прошивка за счет добавления новых фич, у вас SVN не меняется. Когда у вас прошивка затрагивает очень важные обновления безопасности, у вас SVN обязательно должен увеличиться. И поскольку у вас файловая система завязана на значение, шифрование файловой системы завязано на текущее значение SVN, то после обновления у вас вычисляются новые ключи для нового SVN. И старые ключи оказываются нужны для того, чтобы сделать миграцию со старого шифрования на новое. И прелесть этого в том, что мы смогли, используя ту уязвимость, которую нашли в старых версиях прошивки, вычислить все вот эти ключи для той версии, для SVN равного единице. А сейчас в новых версиях SVN равен тройке. Поскольку мы не можем запустить этот код на SVN с тройкой, мы не можем вычислить эти ключи. То есть вот такая вот логика. И на самом деле логика очень правильная, что то, что вы на одной версии ключи вычислили, на всех остальных вы вычислить уже не можете, потому что ключи вычисляются вообще в ROM, а не в той части, которую мы можем контролировать. Ну и вот картинка с кучей стрелочек и ящичков. Как все это работает? Из фьюзов у нас читается два объекта. В Rapid HMAC-K и неинтеловский корневой ключ, вот как раз который мы смогли прочитать. Это вот все Security Fuse. У нас в SKS в первом слоте лежит некоторая строчка. Мы предполагаем, что там все нули, но все говорит о том, что там все нули. Выполняется функция IS Decrypt. Мы знаем ключ, но мы не знаем вот этих данных. И результат кладется в SKS. Как я уже говорил, из SKS извлечь ничего нельзя. Поэтому мы не можем выполнить разворот вот этой функции и получить это значение. Когда мы получили в SKS вот это значение, мы подаем на вход HMAC-а секрет вот отсюда, а в качестве данных подается либо строчка CSE в Wrapping Key, собственно, откуда мы брали имена всех ключей, потому что Intel для того, чтобы вычислить какой-то ключ, он подает строчку с названием этого ключа. Я считаю, это просто очень полезно для тех, кто это ковыряет. А сюда подается строчка CSE Intel Root Key и один байт значения текущего SVN, ну то есть значение от 0 до 255. Этот результат попадает в SKS и дальше через функцию зашифрования на AESI вот на этом вот ключе у вас вычисляется некоторое значение, которое попадает в переменную, которая называется current case и есть current key Intel, current key non-Intel. И, собственно, для того, чтобы из этого значения получить настоящий ключ, настоящий ключ он вот здесь вот у вас, вам нужно выполнить операцию расшифрования вот на этом вот AESI. Собственно, это происходит в ROM, то есть в той части, которая вообще неизменная в платформе и никак не может быть контролируема с настоящими значениями ключей. То есть если вы подключите JTAG, у вас вот этой вот части просто не будет. То есть у вас там будут нули. Соответственно, вы получили Intel-овские ключи через вот эту вот цепочку и получили non-Intel-овские ключи через вот эту вот цепочку. Но еще раз повторю, что вот этот вот ключ мы смогли выяснить, чему он равен для старой версии. Ну, то есть этот ключ мы смогли просто прочитать из юзов. Дальше вот эти вот ключи лежат в памяти до тех пор, пока у вас не стартует модуль, который называется BAP, BringUp. Это как раз первый юзер-левел процесс, который занимается настройкой вообще всего связанного с МЕ. Он вычитывает из памяти вот эти вот два ключа и выполняет unwrap на том самом ключе, который до этого был получен вот здесь вот. Соответственно, результат unwrapа не может быть получен в оперативную память, но он может быть получен в SKS. Дальше вычисляется HMAC и, соответственно, подаются две строчки. Intel-ключ для конфиденциальности и для Integrity. А здесь делается то же самое для не-Intel-овских ключей, тоже для конфиденциальности и для Integrity. Получается, вот реальные значения ключей, то, чем дальше будет пользоваться файловая система для того, чтобы зашифровать или проверить целостность данных. Но эти ключи в явном виде опять не сохраняются. Они опять заврапливаются на том самом 21-м ключе, который является одним из таких тоже базовых секретов и основан вот на этом вот ключе. Вот мы получали 21-й ключ. И они уже кладутся сначала в память модуля BAP, потом, когда происходит взаимодействие с модулем файловой системы, они передаются в память модуля файловой системы. Там точно так же каждый раз, когда они нужны, они разврапливаются, используются для операций и опять удаляются. То есть время, когда эти ключи находятся в памяти, минимизировано и, собственно, окно возможности для противника получить эти ключи очень маленькое. Единственное, что нам дало выгоду, почему мы смогли это сделать в предыдущей версии, потому что мы смогли получить управление, начиная вот с этой вот точки. То есть в этой точке мы… А, виноват. Вот в этой точке мы смогли получить управление. Мы смогли выполнить вот эту вот всю цепочку заново и получить ключи вот эти вот значения и полностью контролировать содержимое файловой системы. Ну, вот представлена схема, которая используется для шифрования ключей EPID, ключа EPID, Enhanced Privacy ID. Это некоторый уникальный идентификатор, который позволяет вам выглядеть для сервисов как один и тот же пользователь, но не позволяет отследить вас, как пользователя. Вы его в любой момент можете сменить и опять вы будете выглядеть как другой, но уникальный пользователь. Но тоже цепочка очень похожая, что все завязано на 21-й ключ, на врапинг. И всегда, когда ключи хранятся в памяти, они хранятся в опассированном виде. То есть вот такая вот модель. То же самое касается ключей FTPM, которые используются дальше для TPM. Тоже схема очень похожая. Самый важный секрет, и никуда от него не деться. Все, что хранится в памяти, все хранится в заврапинном виде. Даже если вы эту память как-то прочитаете, ключ вам будет недоступен. Ну и вот общее замечание про то, что мы видим в дизайне, как Intel подошел к реализации задачи обеспечения безопасности шифрования и контроля целостности внутри своего собственного решения, в которое и код-то засунуть практически невозможно, и прочитать данные оттуда невозможно. И кроме этого, они сделали так, что секреты никогда не хранятся в памяти в плентексте. То есть они вычисляются, сразу же заврапливаются, и в следующий раз, когда вы их разрапите, вы их можете разрапить только в СКС. То есть у вас нет возможности получить их в память. Практически все, что используется, завязано в RapidHMakK, вот на этот вот красненький, который мы в самом начале используем, и который мы не смогли получить ни для какой железки, с которой мы и работали. Даже когда мы имеем код-экзекьюшн в модуле BAP, мы все равно, мы можем вычислить вот эти вот ключи для файловой системы, но для конкретной версии SVN, для будущих SVN мы их вычислить не можем. То есть Intel от этого защитился. И даже если вы работаете в Intel, и даже если у вас есть возможность подключить JTAG, вы все равно не сможете получить этот секрет. То есть защита вот прямо на всех уровнях. Я считаю, что они молодцы, когда они это спроектировали, они действительно хорошо подумали. Ну, немножко забавных вещей, которые мы встретили при исследовании ME. Во-первых, есть партиция, которая называется IVB. Но IVBP – это IVB Partition. Это партиция, которая используется примерно как файл гибернации в Windows. Когда вы, не вы, а ME решает, что ей надо сохранить текущее состояние, она выгружает его во флэш, вот прямо как оно есть, и зашифровывает, разумеется. И для того, чтобы расшифровать, опять же, используется один из ключей, который вычисляется в ROM. Он, блок с этими данными зашифрован, защищенный HMAC. Значение генерируется случайно при каждой загрузке. То есть вы не можете сделать атаку повторения. Оно не каждый раз создает тоже платформу, оно каждый раз новое. Но если вы каким-то образом сможете вычислить этот IVBPK, то по большому счету вы сможете прочитать образ с флэша, изменить его так, как вам нравится, записать его обратно, и в тот момент, когда вы запустите систему в следующий раз, она прочитает эти данные, точно так же их развернет и загрузит в память. По большому счету вы сможете контролировать все, вы просто подмените образ модулей в памяти. Но для этого нужно знать этот ключ, а вычислить его мы опять не можем. Ну вот такой потенциальный вектор атаки, но вот, к сожалению, потенциальный. Ну вот картинка, как он вычисляется, то же самое он основан вот на этом вот ключике, который мы не имеем, и на SVN-е. И хранится в 19-й ячейке SKS-а, в 19-м слоте. Дальше в ME, в ROM-е предусмотрен модуль, который называется DLMP, партиция DLMP. Мы ее не видели до тех пор, пока Intel не выпустил обновление после закрытия той уязвимости, которую нашли Максим с Марком. И там мы увидели этот самый модуль вживую, в натуре. Значит, как происходит начальная загрузка? Когда у вас стартует ROM, он выполняет какие-то функции инициализации платформы, после этого он ищет тот модуль, который он хочет загрузить. Список модулей вот такой вот. Сначала DLMP, сначала модуль IDLM, спортивцы DLMP, потом модуль RBE, спортивцы FTPR, и RBE, спортивцы FTUP. Я полагаю, что FTUPUP – это upgrade, то есть этот модуль будет запущен, если вы хотите обновить систему. Если у вас не найдены вот эти модули, то у вас загрузится вот этот вот модуль. FTPR, RBE – это нормальная загрузка, а DLMP – это режим, который позволяет вам добавить функционал, который вы хотели бы поместить в ROM, но почему-то вовремя это не сделали. То есть ROM – это, как я говорю, это то, что поменять нельзя. Соответственно, у вас индекс изначально нулевой, дальше мы по индексу лезем в список вот этих вот партиций, просто перебираем их подряд. Дальше мы проверяем целостность этой партиции, что у нее правильно подписанный манифест. Если манифест неправильный, мы ее игнорируем. Мы смотрим, есть ли там модуль, который нам нужен, то есть вот IDLM или RBE. Если он есть, мы проверяем его контрольную сумму. Если что-то не так, то мы переходим к следующему индексу, то есть проходим по всем номерам. Если же все нормально, то в случае, если у меня индекс нулевой, то есть если мы работаем с партицией IDLMP, то мы запускаем этот модуль, ничего предварительно не делая, и он выполняет те функции, которые в нем закодированы. Если же у нас индекс уже не ноль, а единичка или двоечка, то мы вычищаем все, что мы прочитали из фьюзов. То есть вот эти все данные, они становятся недоступны. Это значит, что если вы можете контролировать IDLM, если вы можете сами его положить свой, вы можете по большому счету вот это, ну этот секрет вы, наверное, не получите, но вы можете получить доступ к вот этому ключу и можете вычислить еще раз вот эти все значения. Потому что они все еще находятся в памяти, они активны. Но право подписи IDLM, опять же, кроме Intel, никто не имеет. Но, когда мы говорили о том, что даже интеловские инженеры, извините, не здесь, что даже интеловские инженеры, даже JTAG ничего не могут сделать, на самом деле не совсем правда. Интеловские инженеры, которые могут модифицировать IDLM, могут для конкретной платформы сами вычислить любые секреты. Вот просто любые. Но надеюсь, что эта возможность не попадет в плохие руки, Intel не будет ее использовать. Но вот технически у них такая возможность есть. Ну и дальше у вас, после блокировки ключей, у вас довычисляются все остальные ключи, запускается RBE. А RBE это как раз модуль, который отвечает за загрузку кернеля и потом за загрузку брингапа. Ну вот как раз про DLM Partition, то, что я говорил, что если у вас есть возможность контролировать содержимое этой партиции, то у вас есть возможность полностью контролировать платформу. И впервые она появилась, начиная с ME11.8, в котором как раз SVN равен 3. Ну и такое небольшое заключение, что по нашему мнению Intel сделал хорошую работу по проектированию этой системы. Я не то чтобы часто встречал параноидально спроектированную систему, но вот это вот как раз тот самый случай, что даже если у вас есть возможность выполнить свой код, а за всю историю, уже 13-летнюю историю менеджмента Энжена возможность выполнять свой код была дважды найдена. Один раз это в какой-то там пятой или шестой версии, и второй раз вот то, что сделали с 11 версии Максим и Марк, когда они нашли уязвимость в модуле RBE. Им повезло, потому что это самый высокопривилегированный модуль. Там тоже очень много интересных нюансов, что внутри по большому счету Linux-подобная операционная система, Unix-подобная, с Unix-скими идеями в основе как минимум, но там нет понятия, там все права статические. То есть вы право при создании модуля, вот что у него в манифесте прописано, такие права у него и будут. Вы не можете ему поднять привилегии, убрать привилегии. Там даже у каждого модуля есть просто маска сисколов, которые он имеет право вызывать. Если там стоит единичка, значит вы можете вызвать этот сискол, если не стоит, значит не можете. И в динамике нет никакого сервиса, который позволит вам добавлять или удалять права. Но при этом модуль BringUp позволяет вам создавать другие модули с любыми правами. Сам он не имеет права выполнять некоторые функции, но он может создать модуль, который будет выполнять любые функции. И собственно через это ребята смогли получить полный контроль над платформой, но все равно не смогли вычислить некоторые секреты. Но наличие IDLM собственно оставляет лазейку, которая тоже спроектирована. То есть вот такой вот черный ход, который Intel оставил для себя или для кого-то еще неизвестно. Ну и самое главное, все-таки с фьюзами непонятно, как они вычисляются, как они инициализируются. Intel говорит, что вроде бы они почти случайны. Так это или нет, мы же проверить не можем, мы не знаем в какой момент они инициализируются. Если кто-то знает, какие значения хранятся во фьюзах, он может полностью контролировать платформу. То есть он может вычислить все ключи, которые из этих фьюзов диравятся, потому что они все вот таким образом вычисляются. Дальше на этих ключах зашифровываются данные, которые хранятся в файловой системе ME, которые мы тоже умеем разбирать. И собственно вот так вот. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я могу попытаться на них ответить. Спасибо. Нет, ДМА режим нужен, когда тебе большие объемы данных. Да, то есть у тебя, смотри, у тебя есть устройство. Грубо, с точки зрения программистской модели, это выглядит так, что устройство там два десятка регистров, в частности, есть 32-битовый регистр туда и 32-битовый регистр обратно. Когда ты хочешь посчитать HMAC, ты сначала в один регистр пишешь, например, 4 дворда, 16-битовый секрет, потом в другой регистр пишешь столько двордов, сколько тебе надо длины, а после этого из третьего регистра вычитываешь результат. Все, контроллер HMAC за тебя все сделал аппаратный. То есть у тебя нет явной пересылки данных. В случае дыма ты говоришь, вот с этого места, вот столько-то байт, посчитай, пожалуйста, контрольную сумму, когда она будет готова, установи вот этот битик в статусном регистре. Все. Ничего не получается. Стой. CD. Так что или CD? Валя опасно выглядит. Короче, вот этот прикол с IVBP, доступ к нему, если мы все-таки, допустим, неведомым образом получили этот кейт, то есть он у нас доступ откуда? С юзера прям может получиться? Или мы тоже там типа в ME должны быть? IVBP это еще одна из партиций ME. То есть у тебя, внутри куска флеша, который отвечает за ME, есть партиция для кода, есть партиция для IVBP, есть партиция для хранения номеров SVN, есть партиция для DLM, есть партиция для MFS. Вот просто у тебя внутри IDLM, внутри IVBP-шной партиции пишется много данных. Если ты узнал ключ IVBP, ты подключаешься к программаторам, читаешь их, расшифровываешь, модифицируешь, зашифровываешь, высчитываешь контрольную сумму, и записываешь обратно. И дальше запускаешь платформу. И она у тебя стартует и просто грузит оттуда данные в память без какой-либо дополнительной проверки. То есть он проверяет только целостность этого блоба. Паранойки, блин. Слушай, и крайний вопрос по соответствием бэкдору. Похож действительно, что называется. Слушай, это получается, условно говоря, что если у нас стоит там десятка с параноидально выключенным битлокером, типа сшифровано все, как утверждает, условно говоря, Microsoft пополам с Intel, а секьюрно, б на железках Intel, то по идее все равно как бы если мне притащат всю платформу и я знаю, как вскрытие DLM, я получу, грубо говоря, доступ в том числе и к шифрованным битлокерам данным. Если у тебя битлокер основывается на TPM, который софтово реализован в чипсете и ты смог получить ключ файловой системы, битлокер защищен на Intel-овских ключах. Соответственно, вот для SVN равенной единице благодаря наличию уязвимости ты можешь получить этот секрет и ты можешь расшифровать все ключи битлокера и просто повторить процедуру. Скорее всего, там куча шагов добавлены, но это просто опускация. То есть никакого секрета дополнительно там нет. Там есть только алгоритм. В случае, если ты имеешь доступ к IDLM, то ты можешь получить самый-самый начальный ключик в том виде, который тебе потом позволит вычислить все, что угодно. То есть, грубо, вычислить эти ключи для любого значения SVN и все. И дальше ты все секреты, которые хранятся в MFS, ты сможешь их достать. В том числе и ключи, которые используются для битлокер. То есть, по сути, условно говоря, в 12-й версии сейчас как бы нелегитимные пользователи вроде как это пока не может, пока ничего вы не нашли. Допустим, тот же Intel, если ADLM это все-таки бэкдор, то в принципе они могут получить к шагу. Да. То есть, потому что мы знаем, получается, что если Intel захочет, то он может узнать любой секрет для платформы. вроде бы даже блокировку JTAG предусмотрели, но через IDLM это можно обойти. Спасибо. Вот по поводу битлокера. Разве битлокер не используется какая-нибудь KDF-функция? Ну, в смысле, функция образования ключа от пароля. У битлокера существует N плюс 1 режим задания секрета. У него есть режим, который называется plaintext key, когда у вас просто ключ прямым вот в явном виде лежит во внутренних метаданных. Этот режим используется в момент настройки, когда вы выключаете как бы битлокер, чтобы не перешифровывать весь диск, он берет ключ оттуда, вот plaintext. Вы можете привязать пароль через KDF, вы можете привязать его к смарт-карте, вы можете привязать его к TPM. Во всех случаях, кроме TPM и plaintext, разумеется, у вас нужен user interaction. Например, на сервер вы это поставить не сможете, потому что в случае фейла питания у вас система заново запустится, но нужно либо подойти ввести пароль, либо подойти, воткнуть смарт-карту и ввести пин-код. На системах, которые работают 24 на 7 в unattended режиме, вы себе этого не позволите. У вас просто встанет процессинг. Поэтому там что-то другое. Ну, plaintext смысла не имеет, поэтому остается только TPM. Конечно, вы можете настроить BitLocker, чтобы он брал секрет только из паролей и вас эта проблема не будет беспокоить. Но это не всегда применимо. Спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно. Много теорий, конечно, именно о криптографии. Сложно воспринимать. Вернуться к более таким определенным вещам. Это Netflix. Как он взаимодействует с ME? То есть, ME это какое-то устройство там на PCI висит или через порты оно находит как-то его? Значит, я понимаю, так представляю себе, что картина такая, что Intel придумал некоторое количество интерфейсов, которые доступны через хечи. Хост, господи, контроллер интерфейс. Это когда в памяти собирается, структурка и… Вы можете… Внутри ME у вас есть несколько обработчиков хечи запросов. Вы из клиента, из операционной системы с привилегиями администратора вы просто позылаете запрос к этому сервису. В запросе вы можете передать данные, но там скорость передачи низкая, поэтому вы передаете, ну, грубо, несколько килобайт. В этих килобайтах вы передаете всю информацию о том, что вы хотите от ME. ME эту информацию разбирает в соответствии с тем, как написано обработчик хечи запросов. Он… Ну, например, есть документированные Intel хечи запросы на получение версии ME. То есть вы можете обратиться и вам сам ME отвечает просто строчкой, что версия там 11.1.3. Но то же самое Netflix может сделать для модуля PVP, Producted Audio Video Pass. Это вот тот модуль, который отвечает за DRM внутри ME. Соответственно, он внутрь ME передает запрос, получает на него ответ и дальше с ним как-то взаимодействует. Но этот интерфейс никогда не будет документирован Intel публично, я так понимаю. Они его дают только очень-очень крутым партнерам. Соответственно, чтобы пользоваться хечи запросами, вам нужно иметь, опять же, некоторый ключ, который должен быть выдан вам Intel, а Intel их направо и налево не раздает. Поэтому, если вы сами хотите это реализовать, у вас такой возможности нет. У вас нет такого API. Ясно, спасибо. Еще вопросы есть? Тогда спасибо большое, Дмитрий. Пожалуйста. Еще раз спасибо за то, что пригласили выступить и выслушали, и почти никто не уснул. Спасибо. Буквально.